А мой секс снимаю. Не было того, чтобы попадали в детокщину. Они послушные. Расходов нет. Это, вы помните, что это не понравилось. Я еще повторю. В такое время, когда у нас лагерь открыт, мы бы нашли, с чем вас обидеть. Да, понятно, да. Но поэтому никого нет, я просто завожу вот на всю территорию. Вот смотрите. Это вот покрытие для умывальника. У него 10 крошков. Ну, как бы, детей нет, мы оставили два, остальные убрали. А здесь города приведемые. Это вот маленькие столики детям стирают, когда что-то запачкают. Они у вас сами стирают? Да, сами учатся. Вот это стиль дрова. У нас лагерь трудовой, мы сами туда обеспечиваем. А какого возраста у вас чаще всего дети бывают? Так, я еще не расслышу, так. А какого возраста дети бывают? Лагерь необычен под следующим параметром. Возрастных групп нет. От 7 месяцев до 72 лет. Могут с родителями быть, если мы их знаем, с бабушками. Сезон, два, все лето, не имеет значения. То есть, лагерь очень необычен в этом плане. Он может свободно продлять путевку. А как обеспечиваются продукты, питание? Продукты, как? А знаете, есть такая поговорка, у волка ноги кормят. Вот самое, которое, так сказать, малое, было в прошлом году в Павловском районе. Самое малое, у нас самая большая, которая в 2,5 раза меньше малой. Ну, у них, допустим, если за месяц положено там 15 тысяч в общем, то у нас где-то получалось 6. Но так платят 90% профсоюзы. У нас все 100% падают на родителей. Поэтому мы не можем соревноваться. Но у нас 53% детей, которые из домов, других мы брали бесплатно. Поэтому у меня очень большие связи. Поэтому был Баварин тогда еще. Ну, даже вот и Докимов был, обращался я. Прокурор, край близкий, если с такой. Он дал указание, ваш Сухов был, этот прокурор. Он сам привез мешки, там у кого-то выпросил. Нам нужно не конфеты, а мука. Я пиши, я пиши русские дела, сейчас покажем. Тестамент, я вел занятия там безвесменные. Ну, я обратился, строители российские. Ну, отремонтируем, так мы все делаем сами. Вся цвуга, все бесплатно. Россия должна встать. Видите, скандируете, например, за стол сели, должны проскандировать. Россия должна встать. Второй ответ. Россия это мы. Вот такой Россия это мы. Другой нет России. Вот мы хотим поколоть. Видите, это вот бак. Бак пустынической воды, который из солья растяжается. Там рыба. Караси, гальяны, видите, знаете, как... Это большой аквариум. Под землей у нас целая система идет. Это директор Аптыни. Лодки у нас, щитильный лодки, резиновый. Шланги идут. Директор станкостроительный подарил нас тут помощники. Одному ничего. А что это делать? У меня минимальная пенсия, 5,5 тысяч, я все отдаю сюда. Что мы дальше дорабатываем, мы все валим сюда. Ну, естественно, что Господь Бог, мы надеемся на Бога. Это у нас такой знаменитый подвал, который попал в пречистие. Вы наши сайты имеете, нет? Я вот смотрю сейчас даже. Ну-ка, покажите. Я вам сейчас подарю. Дело в том, что этот подвал, он не просто знаменитый. А из-за него, может быть, нам сколько-то премию даже дали. Это и форумы, и все остановится. Посмотрите, все наши телефоны здесь. Этот подвал, я сейчас расскажу, только не торопитесь. А почему шаперы нет здесь? А он, как правило, у него по должности положено. Да ему положим. Ну, смотри, это мы алтайские все. Можно позовите. Пойдите, ему будет приятно. Тут никто не возьмет, не залезет. Значит, здесь рядом, вот вы видите, стены. Это коровники корченские были, когда еще ничего не было. Патеревка начала в 91-м году, начало восстанавливать все. А это где-то 88-89-й. И мы опасались, я рассказываю, что здесь было. Вот это знаменитый подвал. Это все большая куча была. Это мы разровняли, тут святые росли и прочее. И мы так делали, тут ничего не видно было. Все это, и сверху еще старую коноплю посадим. Тут КГБ приезжало, разыскивали, где что было. Тут работы много было. И мы ночью издолбили. Там, если они открыли бы, под ямой где-то нащупали, они нащупали один раз, открыли, ну, открыли. Просто куча большая, ничего нигде нет. А на ней растения такие стоят. То там они увидели большие бревна. Если бревна бы они вытащили, она из-под бревна, видно, что лежат дрова. А бревна-то шестиметровые. Они ленивые. Они их не вытащили. Но если бы они их вытащили, вначале щупом, то под слоем земли в одном месте там они щупали бы доски. Если бы они все вскрыли, там идет шур. Ну, там картошка, там еще нет. Но если бы они картошку выбрали, поворачивалась стена и дальше шел тоннель в подземную церковь. Светильники по краям. Это все рядом пастухи, прям вот, сто метров даже нет. Мы должны были тайно делать подземную катакомбльную церковь. И уезжая мы должны были все прятать где-то. То есть Сисков Алексеев был главный агроном Порщиной. Он помогал там, ну, кое-что наш обрал. Это все в этом подвале. Дальше, когда уже стало открыто, теперь мы... А это вот это что, вот как вышка или что это такое? Такова функциональная... Потом оттуда подойдем, мы покажем поближе. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, вот это летняя кухня, заходите. Да мы не будем сильно ходить сюда. Это морозильная камера. Вот, пожалуйста, заходите сюда, зайдите, посмотрите. Морозильная камера. Это холодильник. У нас холодильники в трех местах еще. Ну, а здесь как... Все, подведем ток. Готовят. Это русская печь. Видите, тут котен, вода. Это стул для того, чтобы готовить. Так, нужно, Володя, открыть будет там пекарня. Пекарня открыта. Это столовая. Смотрите, сюда подойдите. Ну, столовая, видите-ка. Кружки, кружки, тут все. Постоянно моют. Моющие средства нам даже самая пединстанция Барновова давала. Ну, вот это, когда мало. Тут компьютер, тут занятия идут. Отдельно у нас есть зал, фильмы показывают. У нас более 500 только видеофильмов на дисках. Вот смотрите наш лозунг. Вверху. Россия должна встать. Россия это будет. А это все правила. Ну, что мне тогда было. Устав, где верный. Показали. Когда людей было много, вот это второй зал запасной. И в две очереди хорбили. Но правила всегда одно. Мальчики первое. Все и везде приоритет мужчине. Почему? Это защитник. Это глава. Библия так говорит. Но мальчик, если, а не так, приучается уже. Если нужно будет, не пожалеть жизни, отдать за девочку. Во время игры даже пальцами не решается прикоснуться. Такое сокровище. То есть это то, что в народе, в русском было всегда. А часы. Ну, дальше там икона одна. Христос с детьми находится. Ну, а там суд божий, как люди идут по мутарству. Вот. Здесь у нас ласточки прямо от стола была. Часть стола посвящалась ласточкам, потому что стола от них падает. Дальше. Это все, видите, какие столбы, это все. Это местный клен. Из чего? Это уж потом мы достали. Это все было не из ничего буквально. Это питьевая вода. Все закрыто. Попили, поставили. Вот. Вот. Вот вы говорите, вот. Вот. Вот это вот сейчас заложено. Это печка там сделана. Вот посмотрите. Вон внизу туда идет печь. А там дети спят, когда промокнут или что-то сушится. Я сейчас открою. Вот это вот попутно наш устав. Это главное, что здесь нельзя нарушать. И вот, считай, дети почти наизусть знают. Воспитание основано на Библии. И дальше, что запрещается. Что можно. Можно посмотреть, сфотографировать. Вот. Это вот здесь бабушка одна с внучкой. Ну, ей внучки тоже 4 года, большенькая. Вот. Видите как. А там внизу короб идет. Вот. Это расписание. Видите как. Распорядок дня. Дети встают рано. В 5 утра. Как только солнце пошло на убыль, в полшестого, еще в шесть. То есть мы идем за солнцем, чтобы ребенок увидел солнце. Случается, иногда ночью приходится хорошая погода, рассказать о звездах, посмотреть, как пшеница колышется, как совенок кричит. Они должны мощно войти в природу. Если жарко, все ходят босиком. Вы не гадите, что я так одену. Это ваше дело, ваше право. Нет, не бывает передумать. Я живу не так, чтобы это совсем бедно быть. Я просто и в городе, и буду в районной администрации вот такой видеть босиком. Мне это нужно метод. Вот. Вот дальше наша пекарня. А там мы сегодня как раз хлеб хотим пить. О! Нет он. Посмотрите. Будем. Заходите сюда, пожалуйста. Тесто пока еще поднимается. Сюда поближе подойдите. Хлебушку там еще. Это алюминием все это покрыто, дезинфицировано. Промывается, но потом. Готовится. А вы печете только возле лагеря? Ящик, смотрите. Ящик, хлеб. Все это закрыто. Железо, и он все изнутри. Как это? Паралоном. Вот две пищи русские. Я сам печник. Это мои пищи. И затопляешь. И тогда можно до 100 булок в день. Сами. То есть вы хлеб печете вот для всего поселка? О! Да нет. Только для себя. Поселок от нас еще. Мы от поселка можем получать. Ну, я имею в виду два. А они сами для себя ван готовят. Это вот только нужно лагеря? Это лагеря совершенно автономная. Мы ни от кого не зависим. Нет, ну мало ли может у вас это. Он у нас имел свою регистрацию. Но потом, когда начались гонения, там какие-то были изменения. Под регистрацию мы не стали подходить. Потому что нужно 10 человек, основателей лагеря, которые жили бы в этой местности. А из лагеря-то никого здесь и нет. Функт один только был. Теперь смотрите, что вот эта вот вышка. Она называется... Вот она, труба идет. Оттуда, когда огонь идет, а вот здесь выходит. Там очень тепло. Вот представь, я показываю. Тепло, дети слушаются. Что можно это сказать? Вот приезжает комиссия коммунистов. А у меня с коммунистами никогда мира не было. И приезжает первый секретарь, капораженный на Ложеном районе Бобров. И он в Алтайской правде пишет. Игнатий Тихонович показывает мне келью и говорит, тепло. А я подумал, вошь тепло любит. Это понимаете? Это надо придумать, какой вошь он видел, не видел, нет. Но намек уже брошен. Если он с расположением человек, такой бы не был. А при чем тут вошь? Я сказал бы, холодно, что он пингвины холод любит. То есть ему задание дам. Если вы приехали с добрым намерением в задание, вы увидите доброе, как ритунский. А что спрашивать, когда ни одного рубля за 42 года? Это все волонтеры работают. Тысячи детей без помощи государства получили полноценный отдых. С родителями вместе. И вот эта вышка была сделана, задумана, когда не было ничего вокруг, глядеть, куда ушли коровы, только всего. Но когда лето наступило, оказалось, вокруг живут суслики. А коршуны втаскают. Один дежурный стоит на вышке. Туда имею право только я разрешить. На это может воспитатель. А один внизу с прутиками, это винтовка. И вот как коршуна заметят, этот вверху крещит. Гони, это должен бежать, отогнать коршуна. А суслики прям здесь бегали. А сейчас нет, потому что коршуны поделились. А это вот, вот сюда маленько загляните. Хотя бы сбоку. Это вот площадки, старинная игра городки. Вот на сон они кидают, вот биты лежат. Ребятишки играют, это меткость. Лев толстой любил играть, царь Николай. Вот может, пройдите сюда. Это надо зацементировать было, сделать как надо. Мы должны сделать полноценный отдых. Вот это березки нами насажены. 27 берез. Вот это вот называется разъезд, бум. Иногда я так даю палку, длинная ходуля здесь. И учу детей ходить. Они здесь тогда ходят. В стабулярном аппарате отрабатывается. Они не боятся ничего. Там в лесу у нас специальные березы. Такие мощные сучки. Они до самого верха, как обезьяна лазят. Ребятишки все должны уметь. Ну вот, сейчас назад вернемся, я покажу, где у нас во время дождя игра. Вот это тоже тельня была, называлась «Наполить мозг». Это колокола. Вот это клавяна рынка. Вот сгорел один пьяница. Газовый баллон мы привезли как раздувый. Ну а теперь дети звонят в него. Вот это вот главный колокол. Да, услышать можно далеко. И в расписании написано. Один удар собраться, два занятия, три обед, четыре Евангелия, пять. Это самое опасное. Это вожжить. Или пожар. Все уже знают. И мы отрабатываем войлок, песок, как пожар, потушить. Дети все знают. Если напали на нас разбойники, как суметь, если бачить. У нас было такое домом падение. Серьезно? Серьезно. И мы расправились по первому числу из деревни. Значит, скрутили, связали, отпороли его как следует. И отмелицы отвезли. Розговели крапья? Нет, нет, по сути, ребятишки коров. Ему серьезно попало. Так он на следующий день приехал, тут с Корченскими, это Калмогоров фамилия его. Песковат взял свои защитники, просеял, простите. Я-то считаю, что пришел в полутемное время и начал. А мы, например, фильм смотрели по батюшке. Он сам не знает, зачем полутьян изобрел сюда, но мы защищаемся. Беды никакой нету. Вот. Это кельди наши. Тут, я не знаю, кто-то живет, нет? Здесь нет. 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 Ну, кажется, никого и нету. Нет, нет, никого нету здесь вообще. Видите, два этажа. Из чего все сделано. Сейчас я покажу. Вот сюда подойдите. О, тут еще даже осталось немножко. Поехали тут, я так и езжу. Томба, где одежда поездки попрытили. Каждую неделю в сверто все поглажено, проверили. А что здесь это лагеря? Ну, лагерь, вон, лагерь-станк. То есть у него нет постоянного места. Мы раз в 10 место на место ездили, а 10 раз. Вот зайдите туда. Это у нас свой колодец, два колодца. Своя баня. Это можно проехать, там посмотрите. Вот сюда посмотрите. Вот это отдельно, это по колесу. Вот прибежали ребятишки. Вон с огородчика пришли они, дети. Ну, сейчас, ладно, подойдем, посмотрим. Вот, с этого на коня садились катачи, который в стороне. Каждое воскресенье катание на лошади. Катание на лошади. Это турники, вот посмотрите. Вот скачалки разные. А там в кровати закопано, это батут прыгать. Верёвочка не тянут, они держатся. А это... Это такая огромная качеля? Да. Тарзанки называется. Да? Угу. Им очень нравятся дети. Это тарзанка называется. Тарзанки, туда вот они держатся, и верёвка. А тут две тарзанки, там мимо проезжали, большое, там 4 качели. Вот. Пойдемте там над людей можно посмотреть. Вот приехал, когда шоих, и он говорит, а мы в Украине жили в таких мазухах. Еще 100 дней. И все. Он не может лететь! Он не мог его! Ой, опускайся, пойдем. Он не может лететь! Лететь, что-то нечего его поймать. У него крыло! У него что-то с крылом! Ребята, идите где-то поищите там что-нибудь, лягушек, кузнещиков, накормить его надо. Накормить. Воробушка-то покажите, где он. Сейчас покажут. Они ухаживают, воробья кормят. Одно время у нас тут был коршунь у нас. Ну, представьте, коршунь, размах 3 метра 30, в поверх улетает и садится на руку. А для детей это вообще... Нет, совсем это интересно. А это ребятишки, они одни или с кем-то? Это? Не один, это все воробья. Нет. Я имею ввиду... Со взрослыми, со взрослыми, да. Мальчики с мальчиками, девочки с девочками. Вот, посмотрите. Женщины. Вот уже какой он уже большой. Женщик. Он выпал, на полу подобрали, он совсем без перышек был. Лысый. И каждый день ловят кузнещиков и кормят. Молодцы. А кто нашел его? Я... Прося? Да, я же. Не проси меня? Да. Старшая сестра у нее, и Зань, не нафа. У нас по календарю называют. Ну, понятно. А это место. Это писатель. Да, точно. А это Ваня. А вы откуда сами? Из Барнаула. Из Барнаула. Из Басовок лесной. Да, девочка уехала. А учитесь там в школе? Учитесь? Да. В какой школе? В 99-й. Пойдемте дальше посмотрим тут. Нравится здесь. Да, хорошо. У нас молитва утренняя. Вот здесь мы молимся. Вот это крест. На вышке тоже крест. У меня стихотворение много написано. И один стихотворение прямо от пролаги. Лагерь «Санкс» теперь на возной куче, что может быть круче. Дальше все это. И припев, и дети поют. Или на костре. Костровая песня. У нас все свое. Свои композиторы, свои барды. Все это исполняют. Гитары, гармошки. Все-то и так вот нет. Тут и со скрипкой приезжали. Пойдемте здесь посмотрим. О, Барна Тарабина. Здравствуйте. Здравствуйте. К нам гости приехали. Сейчас я покажу и вернусь. А вот и меня побудил Господь. Ты торопишься, нет? Нет. Подожди. Господь побудил меня сюда. Ну, спаси их, чтобы помолилась. Это гости, начальники с района. Пойдемте. А ей 88 лет уже. Она на мою бабушку попу. Посмотрите, что сделано. Палочки, замазанные сверху глиной. Но такие палочки, их найти надо, это тут кажется так. И вот они начинают смотреть. Да такая бедность, да выпиющая бедность. Да выпиющая. Но фильм, который сняли в предчувствии, где, говорю, в подвале, занял первое место на международном киноконкурсе. Документальных фильмов о православии. Первое место на международном конкурсе. Это еще кто говорит? Приехали, снова сняли фильм. Второй фильм занял первое место в России. Ну тут прям про меня, Златоусов Потеряевки. И они все на нашем сайте, фильме, посмотрите. Прямо здесь. Пойдемте дальше. Вот. Ну тут не особенно так, это Виктория Ягода. Это старые фундаменты зданий такие были. Вот. Ну это все не ходовой, ну еще совсем нет. Это шланги поливать. Вода сюда доходит. Вот. Вот вы говорили, что вода вот там техническая, да, сказали, что в баке. А вот питьевую вы где берете? Инатолий Иванович, где питьевую воду берем? Питьевую воду? Да мы проехали мимо, вернемся назад. А ну то есть как бы там... Из колодца, из колодца. Колодец, насос скачает. В колодце принял участие как бы, ну не совсем лично сам, экзотима был такой. Вот привезли тут крупнозернистый песок. Там ТЭЦ помогли большие эти кольца привезли. Одному ничего не сделать. Вот приписываете, я сделал, ничего не сделаешь. Этот виноград. У нас была девушка, она 12 лет, она тут трудилась. Она закончилась красным дипломом АГУ. Потом вышла замуж в Америке сейчас. Это виноград, вот последняя келья, посмотрите. Это женские. Вот, тут еще ночует. Вот тут и Фрося ночует. И Татьяна Позвинишина. А там, которая маленькая, там ее нету. Она пришла где-то. Звать ее Акилина, она с бабушкой. Отец, звать, она назад приехал. И что нет? Ну гляньте, вот из чего сделано-то. И тем не менее, сколько лет уже стоит? Сколько лет? 22. 22 года. Посмотрите, вот я подниму, вон, потолок, гляньте. Как мы возили бочками воду, глину таскали, солому по полям искали, месили. Месить нечем, ногами. И для чего, спрашивают? Вот меня спрашивают, я 50 лет интеллект отдал на книги. А так, 38 томов. И вдруг я бесплатно развожу вашей мамой, мои все книги. Вы для чего делаете? Я отвечаю просто. Мой народ, моя страна в грозное опасность к исчезновению. Международный комитет 300 поставили задачу истребления славянского населения. Сегодня нигде кого это не секретно. Я с этим не согласен. И поэтому я делаю все для меня возможное, чтобы мои люди, мой народ стали другими. Чтобы не вороваты были, жили для вечности. Не так, дай, дай, дай. Надо научиться отдавать. Меня вот считают в интернете, ребят, самым счастливым человеком. Я говорю, а по каким параметрам? А сидят там первые лица, генералы. Вы знаете, вы делаете то, что вам нравится. Это действительно так. Ну и ты правильный. Я это люблю. Сною только занимается тот, кто хочет. Это да. 42 года. Это не два дня. Это я должен детей сохранить. И некоторые приезжали дети. Теперь выросли, с детьми со своими приезжают. Я покажу еще, где костер. У нас там как-то 120 человек только было. Обычно у нас в такие годы было 108-109. Никто не меряет. Но 108-109, как будто отрезано. Они приезжают, уезжают. Да, приезжают, уезжают. Свободно. Где-то начинают делать что-то. Ну вот эти цены-то ударили. Вот пояснения какие. Почему наш лагерь называется лагерь Станк. Почему сейчас Климент Танкирского. Это все подробно. И устав. А устав в кроевой модели и психики. Да, зарегистрирован был. Теперь он только память остался. А двух общих он зарегистрировал. Где общими есть правила образовывать. Разве остановить механические и общими есть на продоволье. Если меня здесь нет, вас бы сюда не запустили. У нас такое правило. Тут приехали сотрудники АФСБ даже приезжали. Потому что у меня в уставе необычное правило. Дети. Нарушающие. Злост на что-то. Будут физически наказаны. И вот за это физически уцепились. Тут комиссии какие были. У вас есть такая, по-моему, прокурор Жабина Елена. Слышали такое? И она была здесь. И в конце она только спросила. Моего ребенка возьмете сюда. Кандидат медицинских наук. Отдельно девочек, мальчиков рассмотрели. Нигде ничего нет. Ну, уберите из устава. Я не могу. Я должен сказать, что... Ребенок приехал материться. Я должен его наказать. А какое наказание? Никто не видит. Это совершенно в отдельном помещении. Я его заранее предупредил. Сорвал крапиву, положил так. Ихзати Тихонович, мы второго воробья нашли. Да ты что? Да. Ну, ладно, пока идите. Я сейчас порожу потом. Видите, уже пошли. Все, теперь четыре ежа кормить приходится. Вон они. Хотел сказать, вот эти трое детей, это отец глухонемой от рождения. Нашли, как говорится, на вокзале. А она вам в районе сгодилась бы. Тоже с красным дипломом, ветеринарный факультет. Состорожайся в институте. Ребятушки. Слушай, какие. А вот имена, это прямо вот они уже в свете рождения, прямо имена вписаны? У меня прямо в календарь. Нет, я понимаю, вы, вот как не просто, что, допустим, в Миру, не так, что, допустим, в Миру, там, пустим, девочка Света, а тут Ефросинья. Нет, нет, нет. Она крещённа, в паспорте, в свете рождения. В свете рождения она же именно Ефросинья. Ну, я Игнатель. Нет, ну, всякая, я, допустим, я, допустим, как вот, кресел уже... Ну, хорошо, я вам скажу. Это ее имя и в Миру, и везде. Ну, она же не монашка. Имя меняет, когда принимают монашество. Нет, допустим, вот у меня сестра крестилась на Виктория. А раз не православное имя, я делаю как Мария при крещении. Я буду спрашивать. Виктория, а такое имя есть? Нет, ну, это в Варнауле крестилось, вот в Покросском соборе, и все равно... Я не знаю, надо посмотреть, я могу. Ну, не знаю, просто сказать, что это самое ее... У Брежнева была Виктория, жена. Так вот, знаете, я спрошу, вы в школу встречали Ефрема? Ефрема, чтобы она была приемлема. Ну, нету. А Климента? Пока нет. А в правительстве был Климент Ефремович Морошилов. Морошилов, да. Почему? Потому что сузили все, мужских имен 750. А их сегодня не более 33 употребляют. У меня старший брат Самуил, я Игнатий, отец Иаким. Это его имя Мирское. Ну, где эти имена-то? У меня дядя, один Макарий, Филарет Эммануил. Ну, Макарий, просто Макарий, а Макарий сейчас называют много. Ну, может быть, это вот. Да, это уже есть. Я родился, Исааки назвали. Исааки. Вот, учительница, у нее старший сын Терентий, а этот Иеремия. Это Иеремия, это пророк. Ну, Ермак, слышали? Это Ермак, это Иеремия, Ерема. Люди неинтересно живут. Почему? Потому что все под какой-то стандарт подгоняют. Надо жить свободно и радостно, чтобы человек проявил себя перед Богом. Вот меня, когда спрашивают, приезжают там профессора разные, там психологи. Ну, вот очень-очень из далеких сторон, там из Англии директор Кэстонского института прилетела сюда. Как? Где вы учились? Нигде я не учился. У меня нет никакого образования, кроме строительного. А как узнали? Я много считаю и беру. Я высчитал у японцев вот такое в детском воспитании. Я его применил. А какое? Национальный культ канзё. А что это такое? Никогда не стонать. Иметь выдержку. Откуда рождаются самурали? Ну, у нас. Ой, не плашь, конфетку куплю стоматологическую. Она сзади. Мать наклонилась, а он морщится. Она говорит, саке. А где канзё? Нет, не боюсь, мама. Пускай дергает зуб. Понятно? Вот это воспитать надо. Вот подает газеты. Мужчина пьяный. Ну, она в киоске сидит, торгует. А у него не ладится. Он подошел, киоск бьет, голову наклонил. Люди с презрением на него смотрят. У него канзё нету. А она не вызвала полицию. У нее есть канзё. Вот нам нужно научиться это видеть. У детей легли спать. Все предупреждены. Ни одного слова. Полная мертвая тишина. А если засмеетесь, в Англии, я поясняю, теперь же на Англию переходят. В общежитии существует правило. Два раза нарушивший тишину, решает направо на общежитие. А здесь как? Никак предупреждены легли. Воспитатель идет, слышит, хохочет. Так, кто смеялся? Они не выдают друг друга. Все виновны. Выходите. Оденьтесь хорошо. А теперь в руки я ему в руки палочкой оставил по разным концам. Стоять два часа. На часах. Это много. Я делю на четыре по полчаса. Вот теперь охраняйте всех. Он стоит и думает, а как так все вы легли. Я учеников этих набрал, бывает человек, восемь штрафников-то. И пошел с ними в поле. Теперь объясняю все, что есть. Так они другим, когда расскажут, тот умышленно хочет быть наружителе, чтобы объяснить, что рассказали, увидели. Так, к нему надо подойти, заметить малейшее поползновение к настрыню за вами. Мальчик у меня один был. Похоже, дождик собирается. Пойдете, да? Да, конечно. Нам надо выехать. Так, вы спрашивали про колодец. Вам показать его или не надо? Нет, нет. Нет, там дождь идет. Дождь, дождь, дождь. Дождь идет. А есть дорога по коровке? Ну, я думаю, что это по-моему. Да. Пойдем. Переезд. Не надо переезд, а зачем? С вами мамонта надо. А через Кочино вам не дышать? Да мы приехали через Кочино. Ну, говорят, что через Накатинку уехали. Накатинку, значит, вот сейчас мимо храма надо проехать и туда, и где переезд. И сюда вы выезжаете. Через переезд и потом... Ну, и там уже трасса. На Тимирязи, где вы выходите на Катинку? Нет, нет, нет. Из переезда вы выйдете с переезда, дорога идет прямо на трассу, прямо на погрузку выходит. А вы останьтесь, мы сейчас обедать не спали. Нет, спасибо. Спасибо, мы посмотрели. Очень интересно. А у вас есть? Вот, вот видите, перерыв. Вот, везде, и там другие сидят. Спасибо, спасибо большое большое. Спасибо, помогайте. Слово. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Я попросил его заснять нас И отправить этот ролик тебе Друг наш милый Белый Вот точка Да Так Ну а до этого что мы написали ему? Прочитай вслух Вот отсюда вот это Прочитай что тут печатали Громче Я утром молился и говорил тебе Друг мой Только не умирай Потрудись еще и болезнью и знаниями Ты мне очень полюбился Ты настоящий наш друг И мамушке твоей Татьяне Ильиничной Низкий поклон Какая же она у тебя хорошая У нас непрекращающаяся дождь Если Корнилий не передумал То встречать его на тракторе 16 километров от трассы Это митрополит Старообрядческий православный Но с ним нет связи Хотя вчера они звонили И об отмене встречи Не было ни слова Это можешь потом и опубликовать Но диакон Виктор Звонивший от него Говорил о какой-то конфиденциальности О чем-то личностном Личностном якобы Но это я все передаю С чужих слов Мы с детьми в данный момент Сидим на кухне Смотрим про Колымагу Или бедушку А Сергей Пупков Печатает под мою лептовку А наша Татьяна Кузьминишна Повар из старшей сестра Не можешь оставить Сидит рядом со мной Вот это тот как нарушает дисциплину Он не может спокойно Как червяк Он всех задирает Что-то играть ему надо Стань вас сюда Вот и стой отсюда смотри Что увидишь Так Я Володю попросил на кухне Заснять И рассказать Что у нас здесь есть Ну Вот это кухня Я сейчас замерю ее Какая у нее ширина У меня метра нету Вот Длина рук раскидутых Равняется росту человека У меня метр семьдесят два Вот метр семьдесят два И тут метр семьдесят Метр семьдесят Ну получается три сорок Три сорок Это ширина Ну а теперь длину Узнаю Метр семьдесят На пять Три сорок Пять десять И сорок Пять с половиной метров Вот тут у нас даже капает сегодня Потому что расшевелили Там гусек стоит Откуда электричество идет Тут электричество Вот Тут разные баночки Сразу показать Где соль Лагерная написано Где сода Где сода Помыть Это вот печка Это мое творение Духовка Горшки Чигуны Вот плита На три конфорки А труба Вон она там стоит Чтобы Крышу не дырять Вон она на улице Видать ее Там идет внизу Наклонные Желобные печи Так сделал Ну а тут стекло Вставили Видно что тут Сеточка была А вот это вот здесь Со стола убрали Тут что есть А вот Стоит она на чем Вот посмотреть надо Вот это котел От потеряевки Нашего отца В бане стоял Ну Теперь вода Тут все время Теплая горячая вода Ну вот это электричество Тут в городе Они поймут что такое На тумбочке стоит Тумбочка то само собой Вот это еще тумбочка Одна Разная тут Принадлежность Это Холодильная камера Вот сколько здесь Посмотри Раз два три четыре У нас холодильники Еще там в деревне Нашились Вот холодильник Еще один холодильник Вот он видно Забитый нашими товарами Тут зелень всякая Тут яички Помидоры Рыба Все есть Ну а здесь какие-то Премудрости Это соковыжималки Ну все Как можно Вот пол здесь Саманный Сверху покрытый плитами Железными Но это палубные Корабельные плиты Вот И сверху РТИ Подарил Большие Резиновые Вот эти Вот у нас Покрывала Покрываем Ими очень удобно А когда крестим То они у нас Соединяются И по ним Легко чтобы Нога не утонула Внизу там Дрова Она топится Дровами Только Мы сейчас Маленечко Шагнем Показать Здесь идет Дождь Чтоб Сергей Увидал Что это дождь Именно Вот в окно Иди сюда Покажи Вон идет Собака Вон она Сергея Вот она Заглядывает И шходит Там она Есть куда Скрыться Но она Игнать Тихо А Сергей написал Делаю ролик По ягоды Ходили Вот так Ну вот сюда Вот зайдем Сергей Чтобы сделал ролик Который сейчас Пошвем ему Я в зоне Берге У Валентина Сортисон Говорю Там три ролика Это О Николае Леоне О нашей переписке Вконтакте Нужно составить Ролик из этого Просчитать И составить Это будет Мощнейший ролик Я вот что там Говорю Сейчас два раза Сам прослушал И говорю Что там Огненная лава В нашей переписке Была и здесь Обязательно Сережа Займись этим делом Посмотри Вот Сегодня должны были Переслать Я не знаю Почему Михаил Не переслал Так и будет Называть Николай Леонов Так сюда Подойди Маленько Отсюда Глянь Вот посмотри Ну вот Я открою Смотри Как дверь Вот дверь Видите какая С крестом Там наши хлопцы Воно не видно Где Вот сюда Посмотрим Еще раз Глянько сюда Фляги показать Это из деревни Воду приносят Фляги Ведра Иди-ка сюда А это наша Старшая сестра Татьяна Кузьминиша Капустина Сейчас она С ним Ижул Наверное Понедельно Менялись О смотри Где-то капает Прям на лысину Мне Это я заметил А так она Вон откуда Течет Оттуда Из конька Видать Так Володя Ты этим займись Ищу Смотри Чтобы не капнула Вода Теперь Ну это я приехал На велосипеде Военная палатка Прикрылся Маленько А тут дети Занимаются Тут бачок Это Сергей Вчера с города Вернулся На своей машине Ездил на соревнования С собаками В Кемерово Кажется было Да Ну и вот вернулся Рядом вот здесь Вот Это график Дежурств И меню И написано Вот оно правильно Некоторые даже Дети Чтобы знали Кто изобрел Мобильный телефон Мартин Купер Кто изобрел интернет Тим Бернерс Ли Кто президент России Путин Владимир Владимирович Кто премьер-министр России Медведев Дмитрий Анатольевич Кто губернатор Алтайского края Карвин Александр Богданович То есть дети Изучают слово Божие Все знают И вот Это баба Акелина Врач профессиональный Ну тут уж она Сама Может сказать Ну да Это Кремитуры А вот Я сейчас даже могу Снять А это Не это Подожди-ка Коротко показать Вот Давай-ка покажем Этого света Достаточно Здесь Достаточно Достаточно Левитом Дно посуды 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 Банки Тестами Дно посуды 12. Пищевые отходы относить в деревню или только на помойку После еды тотчас же убирать хлеб, посуду, промыть, столы С посудой обращаться осторожно, не ронять, хранить и малое И 14. Не переворачивать крышку над посудой, а отвести ее в сторону и опрокинуть Попроверьте у себя, кто это услышит Как правило, крышку поднимают и тут же переворачивают, и все, что на крышке, попадает туда в облотник Вот я сейчас здесь опять помешиваю ее А то вот инструкции, у нас везде инструкции Чтобы по инструкции поступали, никаких ошибок уже не будет Вот, я просто показал Это зеркало, посмотреть, как человек поправился или нет Заходим Заходи сюда Еще показать-то, ну вот где у нас тут все, вот постиранное вверху Видите, полотенца отдельно лежат Тут комиссия, за комиссией проверяли у нас Все нормально, взяли анализы воды В колодце у нас, свой колодец В пруду и молоко И написали, что качество выше среднерайонного При вязке-то никакой, так бы не должно было Это вот отдельно, тут ножи Это целая серия ножей разных Вот они, когда много людей, много картошки чистят Вот оно видно, ножи Показываю Тут мне приходится их точить Это вот открываете, закройте Терочки разные То есть все, что необходимо На кухне Вот это потом убрать, чтобы закрыть Тут сухари Мышка не попала Там специальный железный ящик Каким-то поролоном или чем-то так Пропитанный И сверху закрывается, железный Там хлеб хранят Это вот столы Видите, какой стол А ножки-то какие? Покажи ножки у стола Это я делал такие ножки Вот чтобы понять, что за ножка Ну, толщина 18 сантиметров Посмотри, какой у них наклон Это медвежьи, слоны У меня все как у собакевича Если мясо, значит, пол быка на стол Вот здесь Вот мы сейчас сделали Сейчас скачаем И Сергею пошлем Чтобы он как бы с нами был Я, говорит, даже запах дождя ощутил Ну, что тут у нас показать Еще вот лежат тут Подметать Два веника Картошка Там отдельно у нас подвал В деревне лагерь принадлежит Бани И второй колодец там у пруда То есть у нас практически Автономное существование Ничего такого здесь нет Вот это же нарушитель Стоять в стороне смотреть Картина А, вот А вот это вот сидят дроботы Ребятишки Это Фрося Янафа уехала Ваня Вот И вот наказали Стоит здесь Инастер улыбается Он все что-то Здоровьем пышет Задирается, как сказать Где-то А это у них отец Он глухонемой Андрей Он когда в лагере был Вот тут маленечко Можно двинуть и показать Ее можно снять Ага Она легко снимается Тогда котлагерь Вот он стоит где-то Но деревья у него там получились Перспективу не сохранил А недалеко У него получились Как будто близко Скворечники стоят Вон там видно Качели Ну это написано Где-то было Лет 10 назад больше 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 Лет 15 назад Поэтому тут кое-что изменилось Но не очень так изменилось Тогда еще Складывали вот эти Большие кельи Это все было под большой Армейской палаткой Я вел занятия В летном училище А это летное училище Борис Николаевич Ельцин Расформировал И теперь там Высшее Юридическое Какое-то Милицейское Институт Институт Ну и когда Расформировали А над всем этим Тут Командующий Был Пьянков Борис Звать Сейчас даже забыл Как его Величать Очень хороший человек Но его как-то Впутали в это Тогда было ГКЧП И его тут На пенсию Отправили Но он Дал две Большие танковые Как я называю Большие-большие Палатки Хорошие Было три Но две привезли А в документах Три Кто привез Видимо Все Себе взял Ну и когда Расформировали Училище То Я много лет С ними вел занятия И ко мне Очень хорошо Относились Они Дали около Семидесяти шинелей Столько же кетелей Брюх Мы все постирали И сейчас у нас Все еще продолжаем Носить Палатки разные Вот как-то Без добрых людей Шагу не шагнешь У Бога везде Добрые люди И палатка Огромная у нас Была Натянута Ну просто Я не знаю Метров она Около Двадцати с лишним Такая Прорезиновая Крепкая Ну как дождь А там у меня В палате Ну называем Нары Так назовем Ребятишки на них Сидят Мы говорим И специально Хранили кукурузное Хлопье И всегда Молились За палатку За дядю Борю Он и не знал Про это Но его Господь Сохранил Его только сняли Там с работы Борис Пинков Генерал Полковник Видите какие люди Расположенные К нам А кто мы такие Нас в то время Это было еще При Когда не было Потеряевки Примерно Девяностые годы Девяностый год В девяносто первом Это Котовасе Это началось Ну вот сейчас Мы будем смотреть Тут Потом и фильм Какой-то поставить Ну все пока Я снимал Володя Он еще был Значальником лагеря Владимир Александрович Пащенко Вот Он просто работник был Потом воспитателем Стал В прошлом году Он был за старшего Воспитателя А старший воспитатель Это До этого была Приходька Наталья Николаевна Лет двенадцать Она вышла Замуж В Америку Уехала Виктор Николаевич Савченко Он пока здесь Ездил в поездки С нами По Европе Поэтому Володя оставался А нынче И за начальника Видите как Повышение должности А меня не было здесь Объявления Везде в газетах Были о лагере А ответа нету Пять телефонов И все телефоны молчали У меня молчит Сестра Домашняя молчит Ну все Ну и Так и получилось Ребятишек было очень мало Но лагерь сохранился Потому что был сохранен устав Вот Ну это Сергей Павлович Пупков Повернись Кедрыжок Вот Я вчера Смотрел фотографии Хорошие у нас фотографии есть Никогда не Не стройте вот так Рот Глаза Закрывает Или что-то У нас одна девочка Тут фотографировали Они на качеле сидят Девчонка Это нормально Это Ну и когда фотографировала Она взяла пальцы В рот Сунула Рот вот так Растянула И я сказал Матерь еще Перепортила фотографии Ну она все Вот так Когда у нас Снимали Фильмы Тогда были Большие Вот такие Вот эти Колеса На пленке Вот Кузнецов Владимир Сергеевич Режиссер Красноярская Это Отдел был Свердловской киностудии Документальных фильмов А тогда Были здесь Малютины И Костя И Стас И они были еще Ну небольшие Вот Я не знаю Лет может по 10 Кристина была И когда съемки вели Они перед ними бежали Рожи строили Они сотни километров Пленки испортили Я говорю Да почему же вы не сказали Малашин Юрий Николаевич снимал Ну как-то неудобно Как неудобно-то Они Ненормальные люди Они оба Оба психически больные И вы перед ними Это Все Вот я был на соревнованиях Выдали собака Это сейчас Твоя собака Нет Это То ли брат его То ли Ну родственник А кто стоит это Ну это фигурант Красноярска Вот они Как видишь Вот это Сергей ездил Ладно Сейчас закончу Это Люди разные Но у всех Должны быть определенные Стиль Это Я смиряюсь И в этом смирении Я могу проявлять Лучшие свои качества Вот я сейчас о чем рассказываю Видите как Мы подчиняемся Нашему уставу лагерному И мы съезжаем с разных сторон Миро расходимся Встречаемся на следующий год Устава не будет Мы все рассыпались И вот я благодарен всем Кто помогал эти годы Всегда помогали И когда фотографируют И когда фотографируют Никогда не стройте Ничего Шапку там стараются Что-то смешного сделать И поэтому фотографии Эти все бракованные Я вчера дядя Сережа Про это говорил Ты Ваня тоже любишь В объектив заглядывать Это неразумно Ты даже видно не даваешь Что тебя снимают А некоторые запрещают Снимать Руками закрываются Не надо ни того Ни другого делать Живи естественной жизнью Я прохожу Мимо городской администрации Гляжу идет человек Ну я мало-мало лихой Ну как-то мало людей было Очень представительно Одетый такой Видный из себя Вот так На меня устанавливается А вы не Лапкин? Я говорю да Ооо Я так хотел вас видеть А может с вами сфотографируемся А у самого фотоаппарата Кто-то идет Он ему фотоаппарат дал Ну ему нравится Ну пожалуйста Что я буду выламывать это Мы идем около Софийского собора В Киеве Японцы идут снимать Они меня подхватили На ступеньке Стоят И бошки свои Там голготят по-своему Ну Ему нравится Пожалуйста Я стою в аэропорту Рядом стоит Епископ Русанцев Валентин Митрополит Подходит По-русски говорят Довольно Сносно Ой Разрешите вас Сфотографировать Это настоящие Русские люди А я в сапогах В Америку еду Уже билет на руках Лечу Рядом Митрополит Вот такой возвышается Они на него внимания не смотрят И я стою там Гномик Один подошел Другие подходят А можем мы с вами сфотографируемся А у меня котомка Офицерская рубашка зелененькая В сапогах стою Кирзовых И они подходят И в Америке То же самое было А можно сфотографироваться Какой я Артист или кто А люди уже начинают А вы я От себя показываете Мне не надо показывать Меня просто видно Я город на вершине горы Поэтому меня далеко видать А вы все Выламаетесь Встанет утром Вот голову Причёвывает А я не причёвываю Полгода И все нормально Зерошины Какое Я никогда Не вижу этого Я не знаю Просто не знаю А почему к вам стюардессы Так часто подходят В самолёт летит Почему меня стюардессы полюбили А вас не полюбили Это я должен задать вопрос Я не разговаривал Молчал Они начали Когда раздавать У меня английский Маленько Тямал Я говорю У нас пост Есть нельзя Молос Они какие-то сардельки Приносят А что можно Я говорю Ну мясное, молочное Яйца нельзя Остальное можно Но они ко всем Два раза подходили А ко мне раз за разом идут Орехи разные Землянику Замороженную И чего только не несут А что это не к вам так Им интересно Я их запомнил Хотя это было в 92-м году В 92-м Они передо мной так и стоят Финнер команда Это Авиалиния До Финляндии А потом на Америку И везде Будь простым И твой Талант Твой имидж Он высветится Никогда об этом не думай Как я выгляжу И вот точно Это у нас тут начальник приехал Вот я видишь какой стою Вот он Залатанный А ты чего смотришь На штаны мне Я перед тобой живой человек Ты на меня смотри И вот Все марафетится И никакого толку нету Благословен Господь Который каждому дал свое лицо Какое мое лицо Вот ты глянешь Вот все землей посыпано Ну оближет Говорит Дождик Подсушит Никогда бояться Не надо самого себя Сейчас и тут Закрываются Мамка научила Закрываться А коров гонят Он Глушковой девчонки Говорит Еще лет назад Это знал Вот мы Для брата Сергея Показали Где мы находимся На кухне Вот Что у нас есть А тут Разное Я тащу пилу Потащу пилу Все подоткнуто Провода Тут как сделано Видите Напаранить И тяни у нас Вот посмотри Чтобы не загорелось Вот видишь Паранить здесь К нему прибито Тут электрики работали Все у нас хватает Все нужно здесь Молоко Квас Простокваша Чего только у нас нету Когда Господь нам все дает Знаете вот Дроботы сколько Их 4 Сколько Пятый год Я 5 А не 6 Я 6 И это все бесплатно Вот представь 6 лет 4 Это совершенно бесплатно То есть Это мы берем на себя Покупаем молоко Мы его покупаем Яйца в деревне Покупаем Платим деньги По полной стоимости Им то жить надо Это их Где-то А где деньги берем Бог дает Я пенсию Пять с половиной тысяч Получаю Она у меня Вся 100% Уходит на благовестие У меня тоже ничего нет Но Это Внешнее только На самом деле У нас все есть Все Благословен Господь Будем смотреть Сейчас Потом скинешь Садись Садись Садись